Друзья, всем привет! Недавно передо мной стала интересная задача, как в консольном приложении хранить настройки приложения. В общем, если как это используется в ISP.NET Core, то там есть App Settings и так далее и тп. Когда вы начинаете какое-то консольное приложение, естественно, у вас ничего этого нет. Я сделал себе Nuget Package и просто хочу с вами поделиться им. Называется он Colobongo Nuget JSON и работает он по простому принципу, примерно такому же, как настроен работу в ISP.NET приложении. Ну и первым делом, что мне нужно сделать, это, соответственно, его установить. Ну и после того, как он установлен, мне нужно определиться с тем, что я хочу хранить в файле. Ну, в смысле, в файле конфигурации. Пусть он называется у меня... Ну, пусть так и называется. Configuration.json Пусть у меня в этом файле будет храниться username какой-нибудь. Ну, пусть это будет Аркадий. Пусть у меня будет какой-нибудь там, я не знаю, дефолт URL. Тоже абсолютно не важно, что здесь будет храниться. Просто для демонстрации. www.colobongo.net Быстрее всего могу набрать. Пусть у меня хранится здесь какой-то пасворд, который, ну, тоже будет, как вы понимаете, суперсекретный. Вот. Ну, я думаю, что пока этого достаточно. Ну и дальше, что мне нужно сделать? Мне нужно скопировать этот файл, создать новый, пусть он называется config... Пусть называется app settings.json. О, уже C-Sharp. И здесь я вот эту штуку вот выделяю, и здесь пишу paste... paste.json.as.classes. Ну и, в общем-то, как вы видите, здесь у меня вот это вот все превращается в то, что мне нужно. Я это переименовываю при помощи re-sharper в правильный класс. Нет, не переименовываю. App settings так. Почему она мне сказала, нельзя переименовать? Ну, ладно, это, собственно говоря, не важно. Здесь я уже не обломлюсь, сам напишу. App settings. И, соответственно, ну, теперь мне нужно его, конечно же, переименовать. Вот. Ну и, конечно, не без того, чтобы написать текстом некоторое количество символов, потому что, ну, копирование копированием мозг никто не отключал. Вернее, не должен отключать. И, в общем-то, теперь у меня класс готов, он соответствует этой конфигурации. Дальше что мне нужно сделать? Мне нужно сделать следующее. Я должен создать конфигурацию приложения, пусть он называется, давайте так вот, класс, ап конфи, гурэйшн. И мне его нужно наследовать от файла, от класса, который называется конфигурэйшн. Он находится в сборке, как раз, тот самый колобонга JSON. И сюда мне нужно подсунуть тот самый аппсеттенс. и нажать тельт-энтер. В моем случае это ReSharper помог мне сделать. Ну, и, в общем-то, теперь что мне осталось сделать? Ну, давайте здесь напишем var configuration. Давайте, апп. Давайте, кон-фи-гу. Давайте я сделаю так вот. New апп configuration. И здесь у меня требуется серилизатор. У меня серилизатор будет использоваться по умолчанию. И, соответственно, здесь я могу тогда теперь написать апп configuration var. Здесь могу написать апп конфигурэйшн config. И здесь теперь могу написать апп settings. И консоли в write допустим апп конфигурэйшн default. скопирую, password скопирую и username скопирую. И, в общем, теперь, как вы понимаете, если я запущу эту штуку, ну, в смысле, не если, а когда, сейчас у меня эта штука будет пустая, потому что, так как программа запускается из папки bin, мне нужно здесь нажать properties и сказать, чтобы мне вот этот файл копировался всегда, всегда в папку bin. И, соответственно, сейчас я запущу и увидите на экране вот самые те настройки. Что еще в этом штуке интересное? Вот это вот файл, сейчас я вам покажу, он имеет свой сериализатор, то есть, если я использую JSON, то, ну, то есть, я могу сделать наследника, имплементировав iConfiguration сериализатор, реализовав два вот этих метода, я могу сделать любой, ну, по умолчанию использую JSON.net. И, в общем, единственное, что мне здесь не нравится, что мне название файла, и это тоже легко исправить, написать override, здесь написать файл name, пусть он будет у меня равен app, давайте вот так вот назову, app settings, JSON, ну, если хотите не JSON, можете вообще как хотите его назвать, собственно говоря, это не проблема для программы, она возьмет тот файл, который вы напишите. вот, и, собственно говоря, опять я запущу, как вы понимаете, опять все на месте, я также могу этот файл положить в папку, назвать его config, какой-нибудь configs даже, я скопирую название, возьму файл конфигурации, положу туда, override, скажу, directory name равно, ну, вот этот самый файл, ctrl-kd, ну, конечно, нужно поставить лямбу, я сейчас запущу, он снова прочитается, и чтобы показать, что это меняется, давайте нашего пользователя Аркадия заменим на username, я запущу снова ctrl-f5, ну, и, естественно, все это поменялось, ну, вот такой вот простой способ, я думаю, что это достаточно полезно, тем более, что здесь, собственно говоря, четкого сложного нету, единственное, что еще хочу добавить, что вот этот вот конфигурация, как он, вот эта вот сборка configuration core, она может работать, допустим, ndb в приложениях, там нужно просто вот этот вот, вот этот вот i-configuration сериализатор, короче, зарегистрировать его в dependency контейнере, например, и он, собственно говоря, будет вам возвращаться, ну, по такому же принципу, как, допустим, в OSPedutnetcore работает, ну, в общем, это, наверное, все, что я хотел показать, такое коротенькое видео, я думаю, оно будет вам полезным, если понравилось, лайкайте, ну, и так далее, вы дальше сами знаете, что делать.